15 ноября в Абхазии были введены веерные отключения. В первые несколько дней население страны 6 часов в сутки испытывало на себе все прелести жизни в доэлектрической эпохе. К счастью, такой режим просуществовал недолго. Практически за 10 дней время отключения сократилось. Сначала на 4 часа, затем на 2. Конечно, если этот график не нарушается авариями на линиях передач или на подстанциях. Нужно сказать, что, к сожалению, такие непредвиденные отключения происходят довольно часто, так как энергетическое хозяйство в республике в большинстве своем изношено и давно требует модернизации. Ответственность за энергетический коллапс возложили на майнеров, представителей полулегального бизнеса по добыче криптовалюты. На текущий момент фактически объем потребления электроэнергии данной категории потребителей варьируется в пределах 100 мегаватт. При том, что фактическая максимально допустимая возможность использования мощностей единого оператора составляет не более 40 мегаватт, и то не в зимний период. На каждом фидере, возьмем, к примеру, в Ачим-Чиру, где 33 фидера, на каждом из них повышенные нагрузки. Мы пытались своими силами как-то за счет подстанции это все дело регулировать, однако нагрузка превышала допустимую в разы. Это не только крупные потребители, а это практически через дом, в домах, в гаражах, в сараях. Виртуальные деньги. Криптовалюта. Впервые появились в 2019 году, а уже к 2013-14 годам их начали использовать во многих странах. Криптовалюта – деньги, которые создаются криптографическим методом и появляются через разгадывание шифра. В современном мире существует уже около тысячи криптовалют, самая популярная из которых – биткоин. Главное отличие криптовалюты в абсолютной независимости от любой финансовой и государственной системы, банковских структур. Она достигается благодаря принципу работы по технологии блокчейн, которая позволяет последовательно криптографировать, то есть шифровать проведенные операции. Пользователи интернета осуществляют товарообмен, который удобнее реализовывать, пользуясь виртуальными деньгами, хранящимися здесь же в интернете. А пересылку осуществляют через анонимную, но полностью открытую систему блокчейна. Самым распространенным способом добычи криптовалюты считается майнинг – решение криптографических задач различной сложности с использованием мощности оборудования. Таким образом, майнеры, используя вычислительные мощности, поддерживают работоспособность сети. Именно этим и занимаются криптофермы, количество которых во всем мире увеличивается. Эта валюта, лишенная многих недостатков классических валют, например, в биткоине нет инфляции, он не теряет свою стоимость со временем. В нем есть удобство, которого лишены классические наличные деньги. Вы можете передать любое количество биткоина на любое расстояние, напрямую человеку, без посредников, без контролирующих органов, и так, чтобы об этом никто не узнал. И многие-многие-многие другие вещи, которые формируют экосистему биткоина, дают вам удобство пользования, дают вам беспрецедентную скорость транзакций по сравнению с классической банковской системой, дают вам независимость от тех правил, которые создают для вас в классическом финансовом мире. Добыча криптовалют в Абхазии началась с 2016 года. Стали появляться многочисленные криптофермы. В отсутствие правовых норм, которые регламентировали бы эту деятельность, майнинг привел к бесконтрольному употреблению электроэнергии, спровоцировав значительное увеличение нагрузки на энергосистему, особенно в зимнее время. Стали происходить частые аварии на электросетях, на устранение которых порой требовалось продолжительное время. Отражалось это и на ресурсах предприятия. Черномор Энерго поставил вопрос о регулировании сферы майнинга. В итоге в 2018 году правительство приняло постановление о временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов. Согласно документу, запрещалось осуществление на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощности Черномор Энерго до устранения условий ограниченности ресурсов электроэнергетической системы республики. Всем руководителям госпредприятий запрещалось предоставлять имущество под криптофермы. Контроль за исполнением постановления возлагался на МВД и СГБ. Вскоре Рубчерномор Энерго сообщил об отключениях от системы электроснабжения около двух десятков объектов, занимавшихся майнингом. Хотя официальная деятельность майнеров была запрещена, о существовании криптоферм говорили факты ввоза в республику специального оборудования. Начиная с 2016 года и по конец 2019 года, по данным ГТК, в республику завезли более 21 тысячи единиц оборудования. А за 10 месяцев 2020 года это число увеличилось еще на 43 тысячи. Общее количество ввезенного с 2016 года составляет 64 тысячи 633 штуки. После вступления в силу запрета о ввозе на таможенном посту ПСО было задержано 2143 единицы этого оборудования. Она находится там на посту, мы его не пускали. Рост закупок майнингового оборудования произошел отчасти вследствие отмены запрета на этот вид деятельности. Когда 21 сентября 2020 года постановлением Кабмина началась легализация майнинга в Абхазии с тем, чтобы посредством законного регулирования вывести эту деятельность из тени, а майнеров обязать платить налоги. Лица, занимающиеся майнингом, должны приобрести статус предпринимателя, зарегистрировавшись в качестве юрлица или ИП. Для этого они должны встать на учет в налоговом органе, зарегистрироваться в органе статистики и государственных внебюджетных фондах. Также майнеры должны были до 21 ноября подать заявление в Черноморэнерго о присоединении к электросетям и получить технические условия. Согласно постановлению, создавался и реестр электроустановок, предназначенных для деятельности по добыче криптовалют. Еще одним постановлением Кабмин ввел специальный тариф на электричество для майнеров. Стоимость киловатта для них составляет как минимум 2 рубля 75 копеек. Каждый предприниматель, прежде чем заниматься криптодеятельностью, должен был получить разрешение на использование мощности и подключение к сетям от Черноморэнерго. Единый оператор принял решение о полной приостановке этого вида деятельности в республике. Выдача технических условий была прекращена, заявки на подключение отклонялись. Таким образом, практически все, кто занимается деятельностью по майнингу криптовалют – нарушители. В Черноморэнерго была создана комиссия по выявлению нелегально подключенных к сетям объектов. А уже 16 ноября руководитель госкомпании Михаил Логуа, обращаясь к сотрудникам предприятия, объявил срок для урегулирования вопроса – две недели. Специалисты Черноморэнерго должны были выявить и отключить нелегальных потребителей, тем самым снижая нагрузку на электросети. Всех поголовно актировать. Вам будут переданы списки, если вы ознакомились с приказом. Надо его окончательно, Алхаз, в нормальной форме передать на места. Энергосбыт, прошу совместно с Натальей Шакая, передайте, пожалуйста, на места и в рабочую комиссию при Министерстве экономики, передайте списки тех, кто к нам обратился, и чьи документы находятся на рассмотрении. Этих людей просто предупреждаем о том, как и договаривались. Сейчас у нас пиковые нагрузки, мы должны от них уйти. Сейчас они не должны работать, что они должны отключиться. Вторая категория людей, которым вы сегодня подойдете и с пониманием воспримут всю сложность ситуации, мы готовы, хотя и сроки закончились, в виде исключения, рассматривать и принимать и их заявки. Третья категория, которая до сих пор не понимает ситуации и будет игнорировать ваши обращения, их надо актировать, резать, отключать, без права повторного присоединения к сетям, без права вообще занять этим видом деятельности. Блокаут в республике вызвал волну недовольства населения. Социальные сети пестрели сообщениями об очередных отключениях, холоде в домах, отсутствии элементарных условий для жизни. Ситуация с майнингом катастрофически отражается на энергосистеме, считает общественный деятель Тенгиз Джопуа. Этот бизнес захватил все энергорезервы, которые были в стране. Майнинг, он возник сам по себе и получив удобную, благоприятную нишу, просто проник в страну. Надо было, мне кажется, более активно действовать руководству страны несколько лет назад, когда еще только-только появились зачатки. Но никто этого, никаких активных действий не предпринял, в конечном итоге мы имеем то, что мы имеем. Сейчас, в текущей ситуации, я думаю, что мое личное мнение, что единственное решение проблемы – это полный, абсолютно полный запрет. Запрет, а потом уже, как только ситуация стабилизируется в энергосистеме, потом уже можно предпринять какие-то шаги, думать уже. По крайней мере, это где-то через года 4-5 можно уже рассматривать возможность, стоит этим заниматься или не стоит. Но в данный момент мы должны выходить из ситуации только путем запрета. Тем не менее, как считают Джопуа, доля ответственности за кризис лежит и на населении, которое все еще плохо платит за электричество даже по тарифу в 40 копеек, и на правительстве, которое в свое время не отреагировало должным образом на появление майнинга, а также даже на самом Черномор Энерго. Черномор Энерго у нас монополист в этой сфере. У нас других организаций, которые занимаются подобного рода работами, у нас и специалистов нет. Единственное, это они, кто может установить трансформаторы. Единственное, что они, в конце концов, для того, чтобы поставить трансформаторы, необходимо подключиться к высоким линиям лэб-передач. Для этого необходимо отключать рубильники. Питание районов нужно отключать. Это только могут они. Правительство должно было принимать меры. Парламент, в конце концов, должен был как-то реагировать. Никому это не было интересно, потому что все были вовлечены в процесс освоения этого рынка. Все были заинтересованы. Видимо, поэтому. Потому что других причин нет. Майнинг как бизнес изначально формировался в Абхазии иностранными гражданами. Как отмечает Джопу, это были граждане Казахстана, Беларуси, России, которые имели определенные финансовые возможности. В Абхазии же на тот период, а это лет 5-6 назад, еще не были особо информированы об этой сфере деятельности. Эти люди именно завозили, искали здесь местных, которые сперва так, условно говоря, крешевали этот бизнес, контролировали работу этого оборудования. А потом постепенно это уже начало просачиваться к местному населению. Сейчас, я думаю, что очень много людей, которые проживают вне республики Абхазии, вообще иностранных граждан, которые имеют собственное оборудование на территории страны и пользуются энергопотенциалом Абхазии. И вот значительная часть прибыли, вот эта маржа, которая собирается от работы этого оборудования, они забирают себе. Какой-то мизер остается местному населению. Ну и, конечно, большой, наверное, прирост есть и самих абхазцев. Абхазцы тоже научились этим пользоваться. По оценке таможенного комитета, если вы помните, там вот цифры даются до 100 тысяч, там не очень много. Но в действительности, я думаю, что оборудования на территории Абхазии значительно больше, чем мы предполагаем. Я думаю, что у нас около 300 тысяч единиц майнингового оборудования. Потому что только в районе, только в Чемчирском районе от 30 до 50 тысяч. Это просто по предварительным подсчетам. Там у нас еще есть и Гудаутский район, в котором там также активно развивался этот вид бизнеса. Есть у нас Гагрский район, Сухомский, Кольривский. Там тоже большое количество оборудования устанавливалось. Есть, в конце концов, Гальский район, который там в самом Гальском районе созданы чуть ли не целые кластеры этого оборудования. В эти дни сотрудники Черноморэнерго иногда совместно с представителями МВД проводят регулярные рейды по отключению нелегальных установок по добыче криптовалюты. В ходе этих рейдов было обнаружено и отключено от сети немало таких объектов. Мониторятся и ранее отключенные мощности на предмет повторного незаконного подключения. Службу РУП Черноморэнерго подготовили и отправили в комиссию по выявлению незаконных подключений список фидеров, подлежащих дальнейшей проверке. Он составлен с подробной расшифровкой по населенным пунктам и улицам. Ежедневно Черноморэнерго на своей странице в Фейсбуке приводит данные об отключениях. К примеру, за период с 16 по 23 ноября по всем районам республики было отключено мощностей примерно на 46 с лишним мегаватт. Ситуация с незаконными подключениями отслеживается службой распределительных сетей РУП Черноморэнерго. Как происходит фиксирование нарушений, а также производят отключение мощностей, мы смогли понаблюдать в Гульрибшском районе. У нас в районе, в Гульрибшском районе, четыре основных подстанции. Вот мы видим здесь, значит, подстанцию Дранда, вот все его нагрузки, подстанция Гудзера, наши федера, все нагрузки. Подстанция Варча, это в районе Аристонкина, это находятся все нагрузки. И подстанция Сухум-220, это в Мерхиуре находится. И мы записываем, каждый день я записываю показания наших федеров, то есть нагрузки наших федеров. И сравниваем на второй день, увеличилось, уменьшилось. Если увеличился, значит, кто-то там сел, и мы это проверяем. Значит, Майнер кто-то включил. Но незначительное увеличение, это уже бывает от холода, еще от напряжения зависит. Вот, кого мы на сегодняшний день отключили, на сегодняшний день, я вот сегодня уже выбирал, никто из них не включился, все держится нормально. Своё слово, ребята все снижали. Эту программу в помощь энергетикам предоставили недавно. Красным цветом здесь обозначены предельные нагрузки. 165 ампер, это значит о том, что этот фидер уже перегружается, перегружен. Вот центр Дранды, видите, написано, фидер номер 11, Дранда. Сейчас, как мы закончим вот эти большие майнеры, а потом будем ходить и проверять по домам, у кого 10, у кого 5, у кого 15. Вот, фидер Ассир самовольно, сам отключился хозяин этого, на фидере Ассир. Было 100 ампера, сейчас видите, 15 ампер. Вот, есть толк. На момент нашей беседы в Гулерибском районе было отключено мощностей на 6,5 тысяч киловатт. Оставалось обеспечить еще около 4 с небольшим мегаватт. Мы выехали с бригадой энергетиков, чтобы посмотреть, как отключаются объекты майнинга. Что это у вас в руках? Это электрический прибор, электроклещи называются, значит, для замера напряжения и силы тока потребителя. Вот так раскрывается, живу обхватываем, показывает силу тока и, соответственно, узнаем нагрузку потребления электроприборов. Процесс шел не очень быстро. Хозяев в основном не было дома. Мы ждали, когда они приедут, но и в этом случае они не желали находиться в поле зрения журналистов. Еще нам не повезло с тем, что мы попали на отключение света. В этом случае данный прибор был бесполезен. Но, как оказалось, и при отсутствии электричества специалисты могут рассчитать мощность, которая была затрачена этим майнинговым объектом. Параметры потребления. Можно количество приборов посчитать и, соответственно, по заводским параметрам вывести общую мощность потребления того или иного объекта. То есть вас это не задерживает? Абсолютно. На объект майнинга бригада приезжает без предупреждения. Хозяина оповещают и вызывают уже на месте. После владелец объекта подписывает акт об отключении. В большинстве людей уже все знают, что идет такой процесс отключения всех объектов, всех майнинг-ферм. И они-то, наверное, ожидают, что к ним приедут. И, в принципе, они готовы к этому и спокойно относятся. И таких особо конфликтных ситуаций у нас не было. Люди с пониманием подходят к этому процессу. Не бывает каких-то конфликтов? Там, не знаю, ругаются люди, протестуют. Ну, конфликтов нет, но люди высказывают свое недовольство. Есть случаи, да, они как бы свое понимание, свое видение говорят. В том плане, что вот люди вложились в это дело, закупили там нужное оборудование, начиная от трансформатора и самих аппаратов, как бы мотивируя тем, что им, ну, как бы государство это, скажем так, изначально разрешило, а потом сопротивило. Как бы вот этим вот они нас упрекают, но в итоге они понимают, что все-таки на данный момент надо отключить, и они не сопротивляются. Один из объектов майнинга в селе Мерхиул. Объем потребляемой мощности, судя по кабелю, составляет около 70-80 киловатт. На этой линии сидит около 50 абонентов. Технически самостоятельно подключиться несложно, сказали специалисты. Это можно сделать, просто отключив рубильник на подстанции. Мы вместе с инспекторами дождались хозяина. Вы отключили у вас здесь рубильник, скажите, вы вообще расстроены? Очень, потому что нам все время никто ничего не говорил, то есть мы очень большие расходы сделали, поставили все, и когда мы уже подключились почти везде, это не я один, это полнаселения, наверное, Абхазии даже больше. А сейчас приходят, просто начали отключать. Ну, это, я думаю, для страны даже будет очень плохо. Хотя говорят, что света не хватает, но все равно что-то надо было придумать, наверное, по минимуму, я так думаю. Потому что люди как-то очень, очень много реально вложили в это. Но, тем не менее же, свет отключают. Это же, как вы к этому факту относитесь? И сами же тоже страдаете или как? Конечно, мы страдаем, но мы три года тому назад тоже, когда майнеров у нас не было, мы так же страдали, по два часа выключали два раза в день, правильно? Тогда же майнеров не было. Это же все знаем, которые живем, правильно? Когда два года тому назад, я, допустим, ну, люди, может быть, с большими деньгами, они могли эти майнеры завести, но не в больших количествах. Правильно? Очень мало тогда было, оно не мешало. Но все равно выключали свет. Да я себя с детства помню, что по два часа каждый день, в день два раза выключали. Это не три года тому назад. Мы так выросли в этом. Сегодня просто это зацепилось на майнеры, и просто так сделали, и все. Вы так считаете? Я уверен в этом. Ну, нагрузки говорят об обратном. Ну, нагрузки говорят об обратном, да, потому что провода у нас старые, реально по 70 лет им. Но то, что мы даем деньги, допустим, на эти майнеры мы ставим, платим денег, вот эти деньги, если собирать и влаживать в провода, в новые что-то, столбы, я думаю, можно за два-три месяца вообще исправить. Потому что если все платят, если все платят, я не знаю, я за себя говорю, что я платил всегда. Если все платят, то вообще, я думаю, у них особо проблем не будет это все изменить. У вас счетчик стоял? Да, да, стоит счетчик. У вас тариф тоже 40 копеек? Нет, 80 копеек. Если ИП, то 80 копеек. Еще такой вопрос. Когда вы подключались, вас официально подключали? Подключился сперва нет, но потом все официально. Да, вот так. Что вы сейчас будете делать, вот ваши ближайшие шаги, после того, как вас отключили сейчас? Сейчас не я один, мы так многие просто совещаемся и думаем, что будем делать. И еще в сторону тоже смотрим вообще, что вообще народ тоже говорит. То есть мы с народом. Если народ решит, то мы первые с ними. Пытайтесь получить разрешение по, как бы, легализовать вот этот свой бизнес, свою деятельность. Что вы для этого сделали и получили ли вы уже ответ? Нет, мы как раз ждали ответ, сделали техусловие, все ждали ответ. Но нам сейчас сказали, ну, пока ничего, что не могут сделать, потому что в стране прям как будто бы хаос со светом. И вот ждем, не знаю, до мая или до какого месяца ждать. Но все вместе будем ждать. Я думаю, по закону будем ждать. А так что будет, посмотрим. А что вы сделали для того, чтобы легализовать вот эту свою деятельность? Какие-то документы вы уже все собрали? ИП техусловие, ИП фирму, ну, была фирма, на эту фирму техусловие создал. И вот официально просто включился. Но техусловие не указывается, там, майнер или что. Вот мне дали свет. Я вообще так считаю. Если у меня есть, допустим, 30 киловатт официально, допустим, да, на мою гостиницу, я так считаю, что я хочу майнер ставлю, хочу печку ставлю, хочу в холоде буду сидеть, ну, майнить буду. Я считаю это вообще правильно. И я считаю неправильно то, что запрет полный. Надо просто как-то узаконить, чтобы человек, если дома включает у себя, допустим, да, пять штук, он не включает печки, он включает это. Значит, он, ну, может же он, я так считаю, не знаю. Итак, с 26 ноября продолжительность отключения электричества по графику теперь не превышает двух часов в сутки. По мнению главного инженера Черномор-энерго Тимур Акация, это произошло благодаря работе по выявлению и отключению майнерских хозяйств. Отключение электричества раз в сутки расценивается положительно. Конечно, в сравнении с четырех или шестичасовым, не только жителями, но и энергетиками. Устаревшее оборудование отечественной энергосистемы плохо реагирует на частые вмешательства. Три-четыре раза в день вот такой выключатель, отключает, 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 отключает. Шесть раз, понимаете? С 70-го года, 74-го года этот выключатель, он давно свое исчерпал. Но когда ты его мало эксплуатируешь, в смысле, делаешь операции, он еще проработал, не знаю, там. А вот за последнее время, настолько мы его посадили, да, внутри взрыв был, все, ночью пришли, поменяли, вообще все, масло вылили. Вот в одном баке 9 тонн масла, вот это все слили, да, все, все потроха внутри поменяли, собрали. Ну, таких запчастей нет, из того, что собрали, тоже не из нового. Потом замеры идут, замеры тоже на грани были, рискнули, включили, что делать, людям свет надо давать. Вот в обед опять, так скажем, накрылся. Это подстанция Дранда. В таком же состоянии или аналогичном, чуть лучше, чуть хуже, много подстанций? Достаточное количество. Ну, какое-то количество прошли, вот по инвестпрограмме, по реконструкции, там все это самое нормально, но в основном, большее количество полностью, и по мощности, и вообще по состоянию вот этого оборудования 50-х, 60-х, 70-х годов, которые износили себя полностью, давно уже. Понимаете, вот это своими силами Черномор Энерго за эти крошки, что мы собираем, закупить, а один выключатель мы не можем, на зарплату мы не можем брать, с сегодняшними тарифами, о котором Черномор Энерго уже 10-15 лет караул кричит, никто на встречу не идет. Ну, наверное, сейчас будет понимание, я так думаю. Пока напряжение в сетях остается достаточно слабым. Нагрузки на сети растут из-за естественного похолодания. Но не исключается и то, что объекты, однажды отключенные, вновь самостоятельно подключают. Если на месте там, условно говоря, рубильник отключили, запломбировали, если запломбировали, да, взять, снять и включить опять рубильник, это так, условно, смотря где, как включено. Все возможно сегодня. И специалисты не обязательно, вот все на Черномор Энерго валят, но не обязательно, сейчас все специалисты, поверьте мне. Это, если к высокой стороне подключается, без Черномор Энерго, без отключения нет. А если уже трансформатор там стоит и по низкой стороне подключается, ну, элементарно. Элементарно это любой немножко с восьмиклассным образованием может это подключить и сделать. Я говорила с майнером одним, да, который согласился поговорить. Он сказал о том, что я с детства помню, что нас выключали свет. И я, говорит, не верю, что только мы виноваты в том, что свет сейчас отключается настолько часто. Разные причины выключения света было. Это я тоже, я сейчас не буду, это я почти 40 лет в энергетике. И почему отключали, что отключали. Это было перед развалом СЦР, когда переток оттуда, все это, короче, разваливалось. Вот тогда были отключения. Но не из-за перегруза наших подстанций. Это абсолютно могу с уверенностью сказать. Тогда, когда все работало, и энергетика, и промышленность, вот таких нагрузок, как сегодня, близко не было. Сегодня Черноморэнерго не выдает на руки ни одно разрешение на майнинг. Идет рассмотрение поданных заявок. Некоторые уже одобрены. Но в основном заявки отклоняются из-за ситуации с энергохозяйством на местах. По крайней мере, до конца ремонта на Энгургест. При выдаче разрешения будет учитываться степень перегрузок на фидерах, состояние сетей, а также, насколько из-за майнинга может пострадать население. Кое-кто переживает, обычно в социальных сетях пишут, что нашу энергетику могут отдать на откуп России. Иногда, откровенно говорю, хочется все бросить и уйти. Начинают умничать люди, которые вообще, короче, присоединились. И начинают открыто политизировать. Они не устали, им не стыдно это уже. Я больше скажу. Энергетика за последние годы ушла назад на несколько лет. Это я могу пойти в церковь поклясться, что это так. И все мои, в окружении моего, подтвердить это. Другое дело, что когда вот еще 10 лет, или там я уже не помню сколько лет, когда поднялся вопрос о тарифах, к сегодняшнему дню, ну, это уже бы, ну, понемножку добавляли, по чуть-чуть, незаметно. И тогда это политизировали. И вот пришли к тому, что мы пришли. Ну, без помощи, без помощи. Ну, скорее всего, какие-то инвестиции должны быть, какие-то это самое. Это не значит, что мы должны продать или отдать. Это пускай не думают. Россия во многих областях нам помогает. И что теперь? Они знают нашу ситуацию. Надеюсь, помогут. Для реорганизации отечественной энергетики необходимы большие вложения. Сейчас идет взаимодействие по решению этого вопроса с Российской Федерацией. По подсчетам российских специалистов, которые приезжали с проверкой состояния объектов энергетики в Абхазии, в августе этого года необходимо более 4 миллиардов рублей для простого поддержания отрасли, не говоря уже об ее развитии. Деятельность по отключению объектов майнинга будет продолжаться. Пройдет и повторная их проверка. Посредством этих мер можно будет вернуть потребителям еще часть потерянной электроэнергии. Однако, по словам руководителя Рубчерноморэнерго Михаила Логуа, никаких материальных запасов у предприятия нет. Уровень собираемости оплаты за электроэнергию с физических лиц около 30% от общего числа. И это лишь одна из причин нынешнего состояния энергетики. Есть и другие, которые множеством причин сливаются в одно большое следствие и оставляют всю отрасль под напряжением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин